Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Таня и добро пожаловать на мой канал о парфюмерии. И сегодня подставку с парфюмами, которыми я пользовалась в сентябре, я освобождаю и меняю на парфюмы, которыми я планирую пользоваться в октябре. Кто заглянул ко мне первый раз на канал, я расскажу, что каждый месяц я себе делаю подборку из парфюмов. Чтобы парфюмы не простаивали, вот этими парфюмами я очень, знаете, так конкретно пользуюсь. Но я себя не мучаю. Если мне нужен парфюм какой-то для особого случая или что-то вот прям сильно захочется, я открываю парфюмерный шкаф и пользуюсь. Но налегаю на эти парфюмы. И потом, знаете, это так интересно работает, что потом парфюмчики убавляются. Мне пишут в комментариях, почему у вас все флаконы полные. Но при таком количестве парфюмов, девочки, даже если я три раза в месяц побрызгаюсь одним и тем же парфюмом, то он не слишком-то и убавится. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. Так, быстренько уберу парфюмы сентября. У меня есть видео. Кому интересно, загляните, посмотрите. Принцесса Шеба, Атар Коллектшн. Табачный, асмантусовый, персиковый парфюм. В сентябре в нашем теплом очень красиво звучал. Уже не такая была у нас, знаете, жара вот прям что в августе. Уже вечером было прохладненько. Уже чувствовалось, знаете, приближение осени. Очень он хорошо звучал. Не пожалела, что я пользовалась им в сентябре. Так, Самсара Герлен. Очень такой необыкновенный парфюм. Немножко он звучание ретро, немножко несовременный, но он красив и тоже в сентябре очень красиво звучал. Мне кажется, Самсара в любое время года красиво звучит. Он не слишком сладкий, он не приторный. И летом, мне кажется, он тоже очень хорошо бы звучал. Так, далее. Crystal Flowers от Montal. Роза, мускусы. Что здесь еще? Мандарин. Очень нежный, очень такой сочный парфюм. Не удушающий, такой несвойственный для Montal. Красивый на сентябрь, на штуклы. Тоже очень хорошо я им попользовалась. Так. Принцесса Майская Роза от Killian. Это парфюм о Marshmallow. Ванильный, такой нежный. Немножко здесь что-то такое, перчинка какая-то есть. Но в основном это такой сладенький, не приторно-сладкий. Но очень такой приятный парфюм. Скорее всего, наверное, для таких более молодых девушек. Но я тоже им с удовольствием пользовалась. Очень хорошо он тоже звучал. Не душил в сентябре. Так. И не Теори Хаб. Мой любимейший парфюм. Это лаванда. Самая, наверное, красивая лаванда, какая может быть. Он холодный. И лавандовый. И с какой-то вот сладинкой холодного десерта. Вот как-то он мне так представляется. Самые красивые золотые персики. Dolce & Gabbana The One. Найкрасивейший парфюм. Лоренцо Филарези и Берпуория. Это самый красивый парфюм. Цветочные чистоты, женственности. Шикарный. Все, девочки, я вас призываю присмотреться к Лоренцо Филарези. Шикарный, шикарный бренд. Парфюмы все необыкновенные. Кто любит, тот больше он такой на классику. Можно сказать, что немножко не современные, но они шикарные. Эти парфюмы. Сейчас, наверное, уже такие парфюмы не выпускают. Роберто Ковале тоже такой на старте. Идут цитрусы, потом жасмин и зеленые ноты. Он и летом был хорошо. Но знаете, вот жасминчик такой вот прям здесь выделяется. Он немножко под душу. Вот в сентябре я им уже на вечер хорошо попользовалась. Хорошо, да? Но видно все равно, что раза три-четыре я им пользовалась. Так. Роса юности, девочки. Один раз нанесла его на улицу. Ну, как-то вот я стесняюсь. Ну, сами понимать. Хотя шикарный парфюм. Очень много специй, корица. Вот кока-колой мне из флакона пахнет. Больше его наношу дома. Не знаю, куда его носить. Но он шикарен. Я его обожаю. И новинка 22-го года. Олимпия Соляри. Такой сладкий, вкусный, сочный. Не знаю, из всех олимпий. Вот он мне полюбился больше всего. Все. Сентябрьский мой парфюм. Убрала, девочки. И начинаю выставлять на подставку. Как бы, чтобы лучше было видно. Парфюмы октября. Вот к чему у меня, знаете, зашла в свой парфюмерный шкаф. К чему у меня рука тянулась, то и брала. Первый парфюм. Давно я не пользовалась уже этим парфюмом. Это Марина де Бурбон. Принцесса. Очень фруктовый, очень яркий, сладкий, ванильный. Из цветов, по-моему, здесь жасмин есть. Тоже немножко несовременный. Но мне он очень нравится. Я обожаю этот парфюм. Когда-то я о нем мечтала, не могла себе позволить. У моей дочери, кстати, которой 26 лет, тоже есть этот парфюм. Она его любит. И ее муж тоже говорит, что очень красивый. Фруктовый, сочный парфюм. Так, Марина де Бурбон. Так, следующий. Захотелось мне из Лоренцо Виларези. От Манкса Ман. Это парфюм специевый, табачный, кожаный, немножко сланковатый, амбровый, травяной. Очень красиво так он скомпонован. Как и женщинам, так и мужчинам подойдет. Немножко, как я уже сказала, есть сладости. Красивый, тонкий шлейф. Вы знаете, у парфюма Флоренцо Виларези. Несмотря на то, что это все практически версии у меня в туалетной воде, они очень стойкие. И тонкий, тонкий шлейф. Не кричащие, с тонким шлейфом. Так, дальше. Захотелось, здесь у меня коробочка, девочки. Я достаю Шалли Мар классический парфюм Герлен. Для меня это на старте цитрусы, потом кожа, очень тонкая кожа, замша, я не знаю, с ванилью. Ванильный, пудровый, очень женственный, на выход. Я думаю, вот сейчас уже, так у нас в октябре уже начнет-начнет холодать. И это его время. Шалли Мар Герлен. Тоже там все время говорю, что обожаю, обожаю, и тоже так мало использовано. Ну, для такого количества, как у меня, это нормально. Так, дальше давайте возьмем Нарцисо Муск Нуар Розе. У меня новая версия, выпуск 22-го года, новинка 22-го года. Огромный такой флакон уцепила. Очень, девочки, мне понравился. Вообще, Нарцисо Родригес как-то вот не мой бренд. У меня есть один классический, он мне сразу понравился. Вот этот фёрхи он в туалетной воде. И всё, остальные, вот мне почему-то кажется, что они как-то вот все переплетаются, все похожие. Но этот парфюм меня удивил. Он мускусно-фруктово-цветочный, ванильный. Здесь слива, цветы какие-то, по-моему, тубероза есть. Он очень красивый. Стойкость хорошая. Мускус здесь, знаете, не так выпирает, как вот у всех Нарцисо Родригес. Знаете, прям такой вот ядрёный-ядрёный фирменный мускус. Здесь он не такой. И он меня зацепил вот этой вот сливой, розой. Слива с розой. Забыла сказать, что здесь роза, конечно же. Так как само название, да. Муск Нуар Розе. Мускусный, фруктовый, розовый, ванильный, очень женственный. Не знаю, на мужчинах я его не представляю. Очень красиво. 100 миллилитров. Посмотрите, что мне на всю оставшуюся жизнь хватит. Так, дальше. К чему у меня рука потянулась? Захотелось мне манталь. Фантастический ут. Этот ут на самом деле фантастический. Очень красивый ут. Удовый, табачный, ладанный, кожаный, древесный и немножко роза. Роза растекается по всем по вот этим вот ингредиентам. Но шикарный, шикарный ут с розой. Красивый. Красивый, знаете, такой тёплый. Очень-очень он, знаете, как, ну, не знаю, когда я наношу его на руку, он очень манит, манки, так, да, можно сказать, по засудам. Как раз вот на осень, вот, мне кажется, летом удовые парфюмы как-то вот не очень. А вот весна, да, зимой ещё, не знаю, ещё девочки не пробовала его. Так, дальше пойдём. Маскат, конечно же, моя новинка. От Карвен. Пудровый, розовый, женственный, пряный. Очень много пряностей. Здесь розовый, да, я уже сказала. Он безумно шлейфов, он безумно женственный. Немного ретро, немного несовременный. Но он очень-очень красивый. Вот как я вам уже описывала его, что... Когда открываете парфюмерный шкаф, там соединяются все-все запахи парфюмов. И вот он звучит так... На ноты очень тяжело раскладывать. Вот я кратко вам сказала, да. Но эта красота, он безумно стойкий, безумно шлейфовый. Вот сейчас начнётся такой прохладный уже ветерок у нас в октябре. И я буду его с удовольствием вносить. Хотя вот я его неделю назад купила. И я уже три дня вот была с ним в запое. Три дня его на себя наносила. И знаете, здесь такой расход маленький. Потому что он очень стойкий. Его не нужно обновлять. Я иногда, знаете, беру парфюмы на работу, обновляю. Но здесь не надо его обновлять. Он будет на вас звучать целый день. И сначала шлейф такой ярко выраженный. Потом всё равно окружающие от вас его слышат. Но уже не так явно, не такой выраженный. Так, дальше. Ну как же, как же. Конечно, я вам говорила, как только запахло осенью. У меня рука тянется к этому прекрасному, к вишнёвому аромату. Герлен Л'Аппетит Роб Нуар. Вишнёвый. Ну для меня он вишнёвый, миндальный. Немножко алкогольный. Немножко такой он, знаете, синтетический. Но он безумно красивый, шлейфовый. Мой один из самых любимых парфюмов. Герлен. Очень сладкий он. Летом он поддушивает. Вот как только, вот я говорю про хладный ветерок, всё, у меня рука к нему тянется. Но здесь видно, да, что у меня рука к нему тянется. Потому что он так хорошо уже у меня попользован. Так, дальше. Жульет Азагам Мон Дэнс. Это из приватной линейки парфюм. Тоже он меня так удивил. Здесь, знаете, что? Роза, тубероза, фиалка. Тубероза очень медовая. Он, знаете, сладко-сладко-медовый такой. Ой, медовая тубероза. Но она нежная. Он сладкий, но он нежный. Тубероза такая сливочная. Не, она, знаете, такая вот не выпирает тубероза, как вот бывает. И, знаете, я хотела себе приобрести туберозовый парфюм Марфа от Мемо. И думала, что это будет мой самый любимый парфюм про туберозы. Но оказалось, что нет. Вот этот парфюм звучит намного мягче, чем Марфа. Очень шикарная, красивая тубероза с древесными нотами. Медовый, сладкий осень. Прохладное такое его время. Зима тоже, девочки, не знаю. Я вам сто раз повторяю, что я не знаю, не могу сказать. Так, следующий парфюм у меня потянулась к руке Александра Джей. Султан Мандарин. Мандарин Султан. Это цитрусы на старте. Мандарин, ром, древесные ноты. Немножко он с горчинкой. Какая-то апельсиновая, ромово-ванильная бабка. Пахнет он мне, знаете, так. И немножко с горчинкой. Он такой, знаете, древесные ноты. Горечь каких-то приправ, шафран. Вот чувствуется, чувствуется здесь. Это он не гурманский. Знаете, есть ромовые, сладкие такие парфюмы. Он, я так думаю, унисекс очень хорошо и на мужчинах, и на женщинах будет звучать. Я его обожаю. Мне, знаете, столько мнений о нем негативных. И я вот многих девочек-блогеров слушала, они не понимают этот парфюм. Я его поняла, он мне понравился. И, знаете, еще планируют сейчас на осень тоже на своем муже его опробовать. Хочу послушать, как он на нем будет звучать. Так. И еще один парфюм. Как же без Шанель, девочки. Взяла я Габриэль. Ну, тоже, смотрите, да, хорошо он мне использован. Ну, Шанель я обожаю. Это белоцветочный, иланг, иланг, груша, ландыш, перец. Что здесь еще? Цитрусы на старте, чертная смородина на старте. Шлейф для меня, знаете, какой? Сначала он яркий, да, а потом шлейф. Тонкий, грушевый, иланг, иланг, пудровый, нежный. Очень-очень красивый парфюм Габриэль, Шанель. Обожаю. У меня не эссенс, или как эссенс, да, по-моему. У меня классическая версия, первый, что он вышел. Очень люблю. В общем, белоцветочный, я вам уже сказала, да. Ну, тоже Шанель, они все как-то звучат немножко, вот как-то, ну, ретро, что ли. Но шикарно, шикарная французская школа. Парфюмы, как я говорю, французской старой школы. Женственный, что я могу про него сказать? Очень он шлейфовый, особенно когда ветерок. Летом тоже, девочки, стараюсь не носить Шанель, кроме пятерки премьерной. А остальные Шанели вот почему-то меня поддушивают. Все-таки время, наверное, Шанели это осень и зима. Вот такая подборка у меня на октябрь, девочки, мальчики. Ну, как я вам уже сказала, мучить я себя не буду. Во-первых, не только этими парфюмами я пользуюсь, но стараюсь налегать. Не мучаю, если что-то мне надо, я открываю шкаф и беру. Так, что-то я еще какой-то парфюм хотела, по-моему, я забыла. Я с вашего разрешения залезу в шкаф, да? Девочки, я знаете, какой парфюм забыла? Амуаж. Так, мне захотелось амуаж. Редко им пользуюсь, знаете, жалею. Все-таки, наверное, самый дорогой парфюм в моем парфюмерном гардеробе. Хотя, у него тоже такой расход маленький. Амуаж, извините, порт Роян. Это жасмин на старте, смолы, табачный. Он до такой степени плотный. А флакон, да, какая красота. Сваровский, окрышка шикарная, с магнитом. В общем, достойный очень, он плотный. Одна капля, девочки, целый день будете шлифить, заполните все пространство. И он не удушает, он на самом деле красиво звучит. И он будет нравиться окружающим. Летом я его один раз наносила. Потому что мы выходили на долгое время с мужем вечером. И хотела, чтобы не обновлять, а пахнуть целый день, целый вечер, вернее. И удивлять окружающих. Очень многие спрашивают, что за парфюм. Но он на самом деле красиво звучит. Многие говорят, что здесь есть тубероза. Ну нет, мне больше жасмин со смолами и с табаком. Ну он красивый, как я уже сказала, плотный, мощный. Ну шикарный, просто шикарный. Не знаю, девочки, когда я уже себе приобрету еще один амуаж, когда раскошелись. У меня сейчас, знаете, я вам уже говорила, я запала на парфюма Киллиан. У меня очень долго не было ни одного парфюма Киллиан. И я их распробовала. Распробовала, девочки, на свою беду потихонечку. Я, знаете, ищу сейчас сайты, где может подешевле купить по каким-то скидкам. В общем, и так далее, и тому подобное. И потом я вам, наверное, уже к Новому году покажу свою коллекцию Киллиан. Ну, не знаю, так вот я хочу. Не знаю, понравился мне этот бренд. Качественные парфюмы стоят своих денег. В общем, уже не в ту степь пошла. Все, девочки, вот такое видео у меня получилось. Всем спасибо, что заглянули. Всем пока-пока. Всех целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Всем хороших выходных. До новых встреч.